Меня зовут Айнур, являюсь директором компании Чайнинский Заду, но с вами не общались. Сейчас нахожусь в городе Алмата, в нашем головном офисе. И хотела сегодня с вами поговорить на тему вашего поступления, о том, какие у нас сейчас есть новинки. Мы давно не разговаривали с вами предметно. Куда вы можете поступить, сколько осталось мест везде, какие есть другие интересные программы, ищу, что сейчас в тренде. Начну, наверное, с того, что... Так, расскажу вам про стипендиальные программы, на которые сейчас идет... Нет, давайте расскажу вам про программы, где сейчас идет активный набор. Активный набор сейчас у нас идет на программу Foundation. Которая запускается у нас с сентября месяца. Программа Foundation, вы уже давно о ней много слышали. Это программа, рассчитанная для студентов, которые будут учиться в Казахстане на протяжении 10 месяцев. Каждый день приходить в офис Чайнинский Зад, заниматься по 2 часа. С понедельника по пятницу будет 4 предмета. Чтение, письмо, говорение, разговорная речь. И через 10 месяцев они, студенты, получают сертификат. Но получают сертификат не Чайнинский Зад, получают сертификат Китайского университета, на котором будет фамилия студента, фотографии и печать. Я вот сейчас даже вижу. У меня здесь, оказывается, на столе лежит пример этого сертификата. Вот он будет, вот такой вот сертификат. Один в один такой же сертификат выдаётся вам, если вы учитесь в Китае. Простите, у нас здесь вадик. Точно такой же сертификат выдаётся вам, если вы учитесь в Китае. Но в Китае там суть в чём? Когда вы учитесь в Китае, у вас есть дополнительные расходы, правильно? У вас есть... Вы тратитесь на визы, на перелёты, на питание и всё прочее. Плюс к этому далеко не все могут сейчас поехать учиться в Китай. У кого-то работу, у кого-то, допустим, если вы сейчас школьник 9 класса, и у вас есть ещё 2 года впереди, то зачем вам сейчас тратить время? Сейчас есть такая хорошая возможность закончить эти курсы сейчас здесь. И уже с языком у вас будет возможность уехать напрямую на бакалавриат, либо уже поступать по каким-то грантам, стипендиям и прочим. Так, вот это программа Foundation. Есть ещё новая... Вот она сейчас идёт, сейчас на неё набор. Она... Получается, в каждом городе мы запускаем только одну группу. Это 15 человек. Привет, привет всем, кто подключается. Это всего лишь 15 человек. Поэтому, как только мы набираем 15 человек в каждом нашем городе, где у нас есть филиал, то мы закрываем приём. Сейчас обучение на этой программе стоит, если я не ошибаюсь, 300 тысяч, а потом цена поднимается до 400, через буквально 2 недели. Поэтому, если вы хотите, то, пожалуйста, не тяните время. Здесь даже дело не в цене, дело в том, что вы просто можете не успеть. Так, программу полностью закроем у нас, полностью приёмка закроется в мае, это точно. Потому что сейчас идёт активный набор, и то, что мы всех наберём, всех разместим, это точно мы успеем сделать в мае. Так, теперь есть ещё одна программа, которая называется программа 1 плюс 3. Ни хау, ни хау! Всем, кто новая, подключается. Программа 1 плюс 3. Она рассчитана для тех студентов, которые сейчас учатся в 10 классе, либо на втором курсе колледжа, и под следующий год у них будет, является последним годом в обучении. Там, где они сейчас, вот в их сейчас месте обучения, там, где они сейчас учатся. То есть, весь последний год они учатся у себя, допустим, если это школа, 11 класс, то они учатся в 11 классе, это ничто, это 12 класс. Если это колледж, то это третий курс колледжа. И параллельно с этим последним курсом своего обучения, они ещё также приходят в наш филиал и проходят у нас программу первого курса бакалавриата. То есть, в сентябре месяце, когда они будут, допустим, в 11 классе, они уже будут зачислены в университет китайский и уже будут являться студентами первого курса степени бакалавра. Есть два направления, две специализации, которые вы можете выбрать. Это первое, это экономик, и второе, это инженерия. В инженерию у нас там входит и компьютер-сайенс, и другие технические специальности, направления, скажем так. Вот, в экономик сходит бизнес-администрейшн, интернешнл бизнес, маркетинг, аккаунтинг, то есть, вот всё такое, скажем, более-менее гуманитарное. И суть в чём? Вот в чём фишка? Вы учитесь весь год, то есть, вы не теряете время. У вас идёт также по 2 часа в день, с понедельника по пятницу, 4 предмета. Там в основном идёт нагрузка на язык, там будет китайский и английский. То есть, мы взяли всю программу, вот более-менее лёгкую, и посадили её на первый курс. Теперь вы учитесь весь один год у нас, и в конце, получается, вот этого года, когда вы учитесь в Казахстане, вы сдаёте экзамены, да, Бота, здравствуйте, вы сдаёте экзамены, и лучшие, 30% лучших студентов, группа очень маленькая, группа 10 человек всего лишь, в каждом регионе. 10 человек, то есть, 3 студента, можно поступить на лингвистику, отбасу спрашивают, конечно, можно, но не в том, что я сейчас рассказываю, здесь только 2 направления, вообще можно. Вы поступаете уже на второй курс, и вы получаете грант, если вы попали в 30% лучших студентов. А грант, он что вам даёт? Он вам даёт бесплатное обучение на последующие 3 года, которые вы будете находиться в Китае, и вы платите только за... А, нет, пру, я извиняюсь. Обучение с проживанием у вас будет бесплатно последующие 3 года. Единственное, только если вы захотите взять одноместную комнату, то есть быть в комнате только сами, тогда вам это будет стоить 250 тысяч тенге. А так, все последующие 3 года вы живёте и учитесь бесплатно. Причём это частный университет, вот есть компания WeChat, очень известная в Китае, это аналог нашего WhatsApp, и на последнем курсе у вас будет практика именно в группе IT-компаний, именно этих компаний. То есть есть очень крутая возможность дальше трудоустроиться, поэтому университет шикарный, университет классный, находится в городе Ухань. Так что давайте, если хотите, то подавайте заявки. Мы сейчас тоже их очень активно рассматриваем, очень активно принимаем, потому что опять же таки приёмку мы закроем вот буквально 10 человек, и всё, в каждом регионе. В каждом регионе, а не совсем в каждом, вот у нас много филиалов, мы запускаем это только Алматы, Астана, Атарау, Ак-Тюбе, Шимкент. Всё. Во всех остальных городах, в Москве не будет, в Ак-Тауне не будет, в Казахстане не будет. Поэтому, если вы сейчас с этого региона, если вы собираетесь на следующий год заканчивать то место обучения, в котором вы сейчас учитесь, то, пожалуйста, держите. Это уникальная возможность. Первый год, это просто, вы и сэкономите, у вас будет шикарный, пособилайтесь дальше, поступить на грант, поэтому давайте держите, звоните. Так, вот Айнура спрашивает, это первый год, который в Казахстане, это фаундейшн или первый курс бакалавриата? Вот смотрите, Айнура, то, о чем я вам сейчас рассказываю, это первый курс бакалавриата. То есть, вы уже на следующий год будете являться студенткой бакалавриата. В принципе, если вы хотите, допустим, если вы готовы, там, я не знаю, тут зависит от вас, если вы сейчас ничего не делаете, просто вы один год будете учиться у нас, даже если вы не являетесь студенткой 10-го, или 2-го курса, 10-го класса, или 2-го курса колледжа, вы можете к нам зачислиться, просто вы имеете в виду, что через год вы уедете на 3 года в Китай. Вот такая программа. Программа называется 1 плюс 3. 1 год в Казахстане, 3 года в Китае. Степень бакалавра по двум направлениям. А именно, получается, экономика и инженерия. Вот так вот. Я извиняюсь, тут мне пытаются зайти. Сейчас мы откроем дверь. Просто в офисе сегодня воскресенье, в офисе сегодня уже все ушли. Вот. Я тут... Ага. У нас пришли электрики. Салматинский. Вот. Если тебя живут, то с чем-то. Че-че-че-че-бар. Вот. Она сейчас следует менять. Вот, кстати, это наш алматинский офис. Очень он у нас такой уютный. У нас в каждом офисе, ну, мы стараемся, чтобы было животное. А вот здесь у нас есть такой хамелеончик. по... Как сказать? Не по правилам. Есть такое понятие, видение, взгляд на то, что если ты и можешь, у тебя есть возможность ухаживать за кем-то, вообще, помимо, допустим, себя, своих детей и родных, обычный телеворгинг, значит, ты человек ответственный, значит, ты можешь ухаживать за кем-то еще, со другими людьми, там, что-то советовать, брать на себя ответственность. Вот. Мы этому принципу стараемся следовать, поэтому у нас есть такие, скажем, друзья наши меньше и братья наши меньше в каждом офисе, за которым мы ухаживаем. У нас есть еще хомячки в международном отделе. Ну, то есть, такое вот у нас. Живой офис получился. Вот. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите, буду вам отвечать. Вообще, сейчас очень активно идет, я вот приехала в Казахстан, сейчас у нас прошла выставка, но мы там разыграли гранты, и все прошло очень круто, очень хорошо. Спасибо, кстати, всем большое, тем, кто пришел, студентам, был просто вообще взрыв, потому что мы не ожидали, что тут много придет людей, мы не ожидали, у нас зал был полный. у нас на, допустим, те университеты, которые сидели, у каждого стола было где-то, я не знаю, ну, человек 100, наверное, точно прошло через каждый университет, и было столько хороших отживов, было столько хорошего, столько хороших пожеланий, вот за это все большое спасибо. Это был наш первый опыт, но мы его обязательно еще повторим, но в других городах Казахстана, где у нас есть филиалы, так что много полезного для себя мы тоже почерпнули. Вот, и сейчас вот после этой выставки стали вливаться уже в работу, смотреть, как все идет, это все прочее, бурно идет работа, в день поступает, я не знаю, где-то по 50 звонков, а вот сегодня воскресенье, мы сегодня все работали, просто ребята вот ушли в 5, сейчас я осталась, решила записать вам видео уже спокойно, вот, приходят, интересуются, хотят поступать, и уже должна сказать, что и студенты, и абитуриенты, и родители уже более, скажем, зрелые, да, если сравнивать там с месяцем, сентябрем, октябрем, уже все хотят, уже нас все знают. Кстати, у нас есть такая штука, я вот хотела вам с вами и похвастаться, мы стали лидерами года, вот, уже второй год, мы становимся лидерами отрасли, то есть по Казахстану мы номер один, прошу это не забывать, именно в сфере образования за рубежом и обучения иностранным языком, вот, это национальный рейтинг, мы его заслужили, потому что мы все делаем правильно, мы все делаем честно, и стараемся никогда ничего не нарушать, и вот такие вот мы. не скромно, но очень это нам, конечно, не просто дается, вот, похвастаюсь вам ничего, если вы не против, пока я смотрю, вопросов нет, смотрите, вот в нашем офисе у нас есть вот такие, вы допустите, если вы к нам придете, у нас от каждого университета есть эмблемы, которые нам дарят обычные сами университеты, здесь вот сейчас за моей спиной вы увидите наши сертификаты, всех наших партнеров, с которыми мы работаем, причем мы не просто работаем, мы же не агентство, мы являемся их официальным представителем, поэтому мы несем очень большое ответственность за них, и поэтому, когда мы с вами подписываем договор, мы подписываем его на 5 лет, почему? потому что мы в себе уверены, вот, и вот здесь вот дальше у нас тоже есть такая вот, скажем, мини-галерея наших достижений, всяких орденов и всего прочего, вот, дальше можно зайти в международное дело, у них там тоже много чего есть, но у них там сейчас хаос, потому что каждый день работают, и иногда вот так вот у них не совсем убрано, все, так что, в каждом офисе у нас, если вы придете, вы это все можете увидеть, Айнур, Айнур, спасибо большое за ваши пожелания, здесь тоже пишут, а, Айнур, здравствуйте, я не узнала, да, это наша сотрудница, которая была у нас в Астане, вот, так что, вот, такое много всего у нас есть, сейчас стараемся также раздавать клиентам буклет, по возможности, которые у нас остаются, вот, допустим, у нас после Гудинского туризма, туризма и универсия, у нас остались вот такие вот супер классные буклеты, где из себя откроете, там все-все-все очень написано, супер, плюс тут еще многих университетов, это все есть, но быстро расходятся, просто разлетаются, можно сказать, потому что каждый, кто приходит, все хотят с собой что-то задать, все хотят с собой нести, с каждым разговариваем, минимум, наверное, по минут 30-40, плюс еще, плюс еще разговоры по телефону, плюс еще переписки и все прочее, вот, но хочу сказать, что 90% всех ребят, которые от нас уезжают, они уезжают, как сказать, с благодарностью и все проходит хорошо, а 10% студентов, 10% студентов, это те студенты, допустим, с какими-то особенностями в документах, там, какими-то положениями и прочее, да, у них иногда, ну, возникают какие-то сложности, и времени больше на них, уходит, вот, но, в любом случае, всех, ко всем подход одинаковый, всегда, вот, что еще могу сказать, сейчас вот, уже практически заканчивается, в апреле месяце, прием на, ну, вы, наверное, от меня, в общем, там, как-то раз слышали, Хубейский университет технологический, Ланжоуский транспортный университет, а, в Ланжоуско, там, чуть больше места стало, ну, я думаю, в апреле все уже, он закроется, потом, Гулинский туризм университет, Гулинский университет электронных технологий, вот, это те университеты, которые уже подходят, подходят к концу, причем, хочу напомнить, что, вот, допустим, те ребята, которые хотели супер провинциальный грант получить, а это бесплатное обучение, бесплатное проживание и ежемесячные степенди, 80 тысяч тенге на бакалавриятие в течение четырех лет, то, имейте в виду, эти гранты предоставляют только Хубейский университет технологический и Ланжоуский транспортный университет в этом году, приемка очень маленькая, в Ланжоусском транспортном всего лишь 15 человек, в Хубейском технологическом там 30 человек, вот, поэтому, те, кто не дособрал документы, дособирайте, те, кто еще не заключил с нами договор, но хочет в этот университет, вы очень сильно рискуете, потому что, скорее всего, уже мест, ну, буквально, я просто знаю, что на броне очень много мест стоит, так, что еще, вот, Угулинский туризм университет, там еще идет описание, там есть еще места, и в Кулинске электронных технологий тоже есть, кстати, в Кулинске электронных технологий, там в этом году будет новое общежитие, поэтому, там, были те студенты, которым общежитие не нравились, нет, в этом году там новое общежитие, будет очень все круто, поэтому, не бойтесь, но, в Угулине, в этих университетах, там нет провинциальных грантов. Но, во всяком случае, мы сейчас их не отдаем. Там условия в большинстве такое, что вы приезжаете, вы отучиваетесь год, отучиваетесь год, и через год вы гульнар, гульнар, здравствуйте. И через год вы поступаете на бесплатное учение на 4 года и ничего не платите. Платите только за проживание. А, есть еще один университет. Тоже уханский университет в Ухане. Там программа 0 плюс 4. То есть, если, допустим, вы учитесь китайскому языку, супер учитесь, и у вас примерно где-то третий уровень, и вы не хотите сдавать и чески, и вы не хотите тратиться, и плюс вы не хотите ждать время, потому что он у нас сдается... Так, Аллала спрашивает про программу 1 плюс 3. Аллала, я ее только что рассказала, я сохраню обязательно прямой эфир в Инстаграм, если что, потом посмотрите, ладно, чтобы я не повторялась... Опять еще раз. Вот Гульнар собирается в Гулинский. Гульнар, добро пожаловать. Вы очень большая молодец, если едете в Гулинский университет. Так, что я говорила? А, вот есть программа 0 плюс 4. Это для тех, кто знает китайский язык, но не на четвертый уровень. Ну, то есть, вы, допустим, учили его полгода, учили год, и вы примерно уже понимаете, что вы не потеряетесь в городе, и примерно третий уровень у вас есть. Поэтому, вы для таких студентов... Гульнар, сейчас отвечу на ваш вопрос, то есть, так говорю, вот, для таких студентов есть программа 0 плюс 4. Вы сразу же поступаете без очистки в университет китайский, и сразу на бакалавриат, и сразу по специальности, и учитесь сразу 4 года. Просто они сделали как? Это частный университет, и эту программу мы разрабатывали практически полтора года, и вот только неделю назад мы ее запустили. Программа, что под собой подразумевает, то, что первый год, когда вы туда поедете, из 7 предметов, 4 предмета будут посвящены вашему языку китайскому. То есть, будет китайское чтение, письмо, разговорная речь, и 3 предмета будет по специализации, но это будут очень легкие предметы, то есть, самые легкие, которые могут быть по специализации, вам поставить на первый год. И поэтому, то есть, в течение первого года вы сможете, успеете разговориться. При этом, HSK им не нужен, потому что университет частный. Но, то, что касается сертификации, всех документов, все в порядке, они, также вы получите диплом международного стандарта, все будет очень супер, очень хороший город, это Ухань, очень хорошее проживание, питание, сервис. То есть, в этом плане, они просто ломанцы. Вот, это программа 0 плюс 4, всего лишь 15 мест нам дали, и сейчас они очень активно заполняются, особенно студентами, которые, допустим, в Китае закончили языковое, сейчас туда поедут, да, но если вы закончили языковое здесь, если вы учились уже китайскому языку здесь, то давайте, дерзайте, давайте туда. Плюс к этому, есть еще у них второе отделение на английском языке, то есть, если у вас есть английский язык, не нужно сдавать IELTS, но вы уверены, что у вас примерно уровень интермидиат, нормально. Мы вас добьем, у нас есть, например, школа английского языка English Plus, она вас добивает до уровня Upper Intermediate, вот, и только по этому сертификату они вас принимают дальше, и вы поступаете на программу 0 плюс 4 на английском языке. То есть, вполне реально все очень хорошо, и не нужно будет вам тратиться на HSK, и не нужно будет вам время тратить, и достаточно плавно у вас придет этот процесс. Так, тут спрашивают про, Жанара спрашивает, есть ли гранты полностью с IELTS на магистратуру, и плюс китайский язык, базовый, третий уровень, но нет HSK. Жанара, да, есть. Пожалуйста, позвоните по номеру 8 800 8000 3 восьмерки, и вас по этому поводу проконсультируют. Там есть свои особенности, есть свои нюансы. Вот. Поднимет колд-центр, позвоните, пожалуйста, завтра с 10 утра, и я думаю, что, ну, возможно, он что-то подберет. Так, тут спрашивали еще, а, вот, Алуа спрашивает, какие факультеты там есть, можно название университета. Название университета, вот, допустим, 0 плюс 4, про которое я говорю, называется Ухань колледж, называется, то есть название колледж, на европейский лад сделали, на самом деле, это университет. Две специальности, первая специальность, это бакалавр в экономикс, вторая специальность, бакалавр в инженерии. Экономикс в себя включает бизнес, интернешнл бизнес, бизнес администрейшн, маркетинг, адвертайзмент и все прочее. Инженерия включает в себя и компьютер сайенс, и IT, и в том числе инженерные направления. Вот. Сахам, здравствуйте, здравствуйте всем, кто присоединяется. Так, тут еще спрашивали насчет еды в Гуелине. В Гуелине это юг, поэтому здесь острова будет больше, разумеется, чем южнее, тем острее. Будет очень много морепродуктов, очень много разных фруктов доступных, то есть очень дешевых где, скажем, кокосовое молоко там супер распространено, разные там ананасы всякие, то есть очень много всего будет. Но то, что касается нашей пищи, продукты есть такие же, как у нас, то есть и картошка, и морковка, вы все это найдете, и мясо тоже самое, да, если вы захотите приготовить, сами вы приготовите. Если вы пойдете кушать куда-то, европейских ресторанов, кафешек, очень много, русская, русской кухни там нет, какой-то домганского отманок там мало, но есть. Но, видите, вы же будете учиться в университете, где очень много иностранных студентов, поэтому, в принципе, такую еду вы найдете, то есть они уже знают, что мы готовим. Вот. спасибо большое, тут мне сдавали комплименты. Вот. Это все можно найти, насчет питания я не думаю, что стоит волноваться, это не такая проблема. Если вот на самом деле для вас питание критично, то не езжайте на юг, едьте в Ланжоу. В Ланжоу, это там где-то процентов 70 это живут в Дунгане, мусульмане, и еда у них такая же, как у нас, то есть это супы, говядина, что-то вроде мампаров, ладманов, надо туда ехать, если это... Кстати, имейте в виду, в Гуилине зимой холодно, я сразу предупреждаю всех, кто едет в этом году на юг. Ухань, Хубейская провинция, Гуилин, Гуанжоу, Нанчан, что там, Жижа, Ханчжоу, Холодно, вы в любом случае будете мерзнуть, вот, поэтому это имейте в виду, потому что, не то что мерзнуть, вы будете зябнуть, потому что там влажность высокая, и зимой там нет отопления центрального, то есть там нет батарей, там будет все через кондиционер, поэтому имейте в виду, если вы мерзлики, если вы нежные, если вам нужен суперкомфорт, то ехать надо куда-нибудь, Долянь, Гуанжоу, Пекин, Харбин, куда-нибудь туда, имейте в виду, ладно, так, что посоветуюсь взять в Гуэлень, возьмите, в смысле, из еды взять в Гуэлень, из еды возьмите, я сразу говорю, ребят, те, кто едут вообще, вообще в Китае, едут первый раз, купите с собой, пожалуйста, кашу Бестроп, которую вы заливаете кипятком, и вы потом можете их кушать, потому что вы туда приедете, и вы пока там адаптируетесь, особенно у всех начнутся вот эти языковые барьеры, культурные шоки, вы будете потеряны, особенно если вы вообще китайский здесь не учили, покупайте с собой кашу Бестроп, будете их заливать, будете их первое время кушать, на хотя бы штук 14 с собой возьмите, вот этих пачечек, пожалуйста, положите с собой хлеб, потому что там нет такого хлеба, как у нас, у вас возможно, есть вероятность, что у вас в Урунчах это все вытащат, каши не вытаскивают, но вот хлеб могут вытащить, ну вытащат, вытащат, ладно, возьмите с собой гречку, не надо только килограммом набирать, вот полкило возьмите, положите, я имею в виду это из еды, потому что гречку вы зальете кипятком, там готовить особо будет негде, когда первый раз только приедете, вы еще не поймете ничего, вот, зальете, будете кушать, во всяком случае, вы не пойдете сразу кушать все там, осьминогов, лягушек и все, хотя такого особо-то нет, побережете свой желудок, да? Так, что еще здесь написали? Сейчас, извиняюсь, можете рассказать о Гульнинском туристическом университете? Супер университет, супер университет в плане туризма, в плане проживания, в плане атмосферы, все просто вау, там даже есть свой гольф-клуб, там есть свой пятизвездочный отель на территории кампуса, там есть свой самолет, свой поезд, свой ресторан, они учатся там такие супер оснащенные классы, там так круто, вот красиво, там такие, такое шикарное обучение, с правительством столько вкладывается денег в этот университет в плане туризма, поэтому это очень шикарный университет, вы не пожалеете. Единственное только то, что университет находится не в городе, он находится за городом, потому что у него огромная территория, я не помню, сколько там гектар, но огромная территория, вот они там даже на территории перемещаются на гольф-машинках, вот такие вот они, но многим это не нравится, то, что вот ты не можешь выйти с кампуса и пойти куда-нибудь там, кино посмотреть, гулять, то есть тебе надо минут 40 ехать. Ну, по идее, мне кажется, что это нормально. Я думаю, что это не критично, если все-таки вы едете туда учиться, правильно? Так, что можете рассказать о городе Суджо? Суджо, посмотрите, Суджо путают, есть два Суджо. Один Суджо, это хороший Суджо, который крупный, который находится в этом городе, в этом городе, в части ездят него на машине. Второй Суджо, это маленький Суджо, это вот как у нас, вот есть же город, там типа Аксай, да, то есть, Шанхай, это хороший город, там дешевле все, чем в Шанхай, но там есть пара очень хороших университетов, особенно вот университет иностранных языков. Нихао, 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 Ма, очень много пишут, какой универ, так, какой универ, какой универ, я про много универов рассказывала, такое что, не могу исполнить. Так, Аллауа еще спрашивает, есть ли возможности поступить на грант на английское обучение? Аллауа, вот то, что касается гранта, сейчас могу вам сказать, если то, что касается английского обучения, ну вот давайте вы, вот уханский колес, там на английском языке, вы год отучите себя, покажете, станете, попадете в 30-ку, в 30% лучших студентов и будет у вас грант университетский на последующие 3 года, то есть бесплатное обучение и проживание, почему бы и нет, правильно? Вот, вот такое вот есть. А вообще, гранты на английском языке, они даются хуже, но вот если это то, что мы вам говорим, да, вот сейчас изначально здесь, то если мы вам это говорим, значит оно так и есть. Так, вы сказали, а универе за городом название университета и цена? А, университет за городом это Гулинский туризм, туристический университет, вот у меня есть его брошюра, вот, Гулинь туризм университет. Цена, там стоит обучение с проживанием, за первый год обучения вам обойдется в 350 тысяч тенге, 400 тысяч тенге, если курс меняется. Это обучение с проживанием, это по нашей стипендиальной программе, которую предоставляет университет. Но количество мест ограничено, буквально в этом году поедет 30 студентов, сейчас, если я не ошибаюсь, уже 27, то есть там буквально 3-2 места осталось на Висковыхстан, поэтому если хотите, то давайте быстрее. Так, курортный Су-Джоу. Курортный Су-Джоу, я поняла, он маленький, там нет хороших университетов, честно вам говорю, вот, если, хотя, многие, тот, который возит Шанхай, большой, они его тоже называют курортным, но не курортным, он просто, так как типа возит Шанхай, многие туда в Шанхае приезжают типа отдыхать, там воздух почище и так далее. А если это то хорошее, но там вот есть пару университетов, вот университет иностранных языков там хороший вот читается и он пишется как не Су-Джоу, а он пишется как Су-Чоу в университете. Вот если это то хорошее, но там сложно очень учиться, сразу говорю, и они гранты не дают. Если вам кто-то сказал, что они дают гранты, пожалуйста, не верьте. Так, еще вопросы вот идут, давайте я начинаю. Это что можно рассказать про Гулинии университет в электронных технологиях? Гулинии университет в электронных технологиях, очень хороший университет в плане технических специальностей, электроники, технологии. Очень шикарные лаборатории, два кампуса, один кампус за городом, второй кампус в городе. Предлагают суперские стипендии, уже третий город они дают. В этом году даже гранты у нас наши получили. И причем они, их преимущество этого университета, я скажу вот в чем. Вот допустим они сейчас вам предоставляют стипендии, да, супер классные возможности и так далее. Но они знаете, что еще дают, когда вы туда приезжаете, у них есть такая система, причем она у них прям хорошо работает. Каждый семестр они отбирают лучших студентов по активности, по успеваемости, по посещаемости. И они выплачивают просто на карточку студентов в качестве поощрения где-то. Это университетские такие вот стипендии, 2000 юаней, 3000 юаней, то есть 100 тысяч тенге, 150 тысяч тенге. Просто за то, что ты был активным, за то, что ты был хорошим, за то, что ты такой молодец. Вот они это делают. Не все университеты это делают, у них это есть. Вот допустим Гулинский туризм и университет, они особо это не делают. А Гулинский университет электронных технологий, хотя у того и другого практически цены одинаковые, то есть стипендии, которые они сейчас предлагают. Гулинский университет электронных технологий, они еще очень хорошо своих студентов поощряют в процессе обучения. Вот. Так, что надо сделать, чтобы поступить туда? Чтобы поступить туда и что надо сделать, чтобы поступить на грант? Так, на грант, вот здесь это Гулинский туризм университет, смотрите, вы один год учитесь на языке, сдаете там четвертые часки, если у вас посещение, успеваемость, дисциплина выше 80%, вы переводитесь в этом университете на университетский грант на 4 года. И вы 4 года учитесь бесплатно и вы платите только за проживание. Проживание в трехместной комнате вам обойдется примерно в 200 тысяч тенге в год. Или 150 тысяч тенге в год, ну, где-то так. Плюс там еда и вообще жизнь, она не очень такая дорогая. Вот, это то, что касается Гулинского туризмического университета, если вы сейчас едете туда. Так, все, больше вопросов не было. Я думаю, что я сегодня уже очень много с вами пообщалась и ответила на многие вопросы. Вот, уже сегодня воскресенье, уже 6.30, 6.40 уже почти. Вот, надо еще доработать, надо еще много чего сделать, потому что завтра понедельник, завтра у нас опять начнется круговорот. Особенно, видите, у нас же еще очень много студентов. Мы несем ответственность за вас на протяжении 5 лет, и поэтому у нас сейчас студенты, которые учатся на первый курс, на второй курс, на третий курс. И они все сейчас начинают писать, кто-то хочет перевестись, кто-то хочет вернуться, кто-то там что-то еще хочет с визами. Вот, поэтому очень много всякого. Будут вопросы? Пишите, звоните. А у нас бесплатный номер по всему Казахстану, то есть когда вы звоните нам с любой точки Казахстана, вам это бесплатно, даже если вы звоните сотовых телефонов городских, неважно. 8 800 8000 3 8, вот, звоните нам, потому что, потому что мы за бест, потому что мы лидеры отрасли, вот, за 2016, за 2017 год. Будем бороться за то, чтобы взять его в 2008 году, в 2018 году. В 2018 году мы его как сможем взять, только если мы будем хорошо работать, и если вы будете довольны нашей работой. Вот, это все. Все, всем хорошего вечера, хорошо закончить эту неделю, вот, и удачной вам в следующей неделе. Всем пока!